Игорь Михайлович, приветствую вас. Доброе утро. Ну что, вы отсутствовали долгое время? Долгое время. Отсутствовал, но с тобой общался. Ну да, да. Теперь мы можем что-то сказать подписчикам за это время. Вы наверняка что-то читали. Может быть, у вас есть какое-то объявление, с чем-то поспорить, с кем-то традиционно? Ну, если честно, нет. Все так ровно было. Вот. Тур мы завершили последним нашим репортажем с тобой. Вот. Чемпионат завершился, эта часть. Вот. Вопросы, ну так были. Какие-то вопросы. Ну, таких вот, чтобы прям ответить пока. Давайте оставим уже. Сейчас договорим последние у нас встречи, я так понимаю, да, в этом году, как мы... Ну, как повернется еще. Ну, как повернется, да. Вот. Ну, такого ничего нет. Я не знаю, может, ты что-нибудь помнишь интересное. Да вроде бы нет. Ну, что, тогда перейдем сразу к главной теме нашей встречи. Это все, что связано с символической сборной. Как вы ее составляли? На основе каких может быть принципов? Ну, принципы, ну, первое, это схема, да, то есть мы все сборные наши делали, это 4-3-3 схема. Вот. Я посмотрел, кстати, интересная вещь какая, что сейчас у нас четверка наверху и четыре разные схемы. Зенит 4-4-2 играет у нас, на втором месте у нас ЦСКА сейчас играет 4-3-3, Спартак на третьем играет 5-3-2 и Сочи на четвертом играет 5-2-3, то есть три разные схемы. Но так я посмотрел, преобладает все-таки больше 4-3-3 в нашем чемпионате ненамного. О чем это говорит? Ну, ну, ни о чем это не говорит. Ну, по мне, она самая такая, больше всего предрасположена к комбинационной игре, скажем так, по расположению игроков, по перемещению игроков на поле. Вот, есть вот эта позиция десятки, где, в принципе, он себя комфортно десятка чувствует вот в этой схеме. Например, у Сочи десятки нет такой позиции, да, так же, как и у Зенита, вот кто играет два нападающих. То есть, может такое быть, если вот Ерохин, когда Азмун не играл, Ерохин там, вот он опускался, как десятка играл под Зюбой, но все равно это немножко не то. Вот. Ну и 5-3-2, как играет Спартак. То есть, Спартак у нас по этой схеме играет, он на третьем месте находится, а остальное все это низ. То есть, это команды, которые внизу находятся, вот они играют по этой схеме. Ну, так вот, как наблюдение. Поэтому мы, мне импонирует схема 4-3-3, поэтому мы все сборные делали по этой схеме. Вот. Я вот, как бы исходя из этого, делал сборную, но и делал ее, сравнивая с другими игроками на этой позиции. Да, то есть, например, один игрок попал у меня в эту сборную, я имею в виду линию обороны. То есть, 4-5 все-таки разница есть, что касается и центральных защитников, что касается крайних защитников. Вот, только один человек попал из схемы 5-3-2, вот в эту схему 4-3-3. Ну, вот в мою, там, в нашу, в мою. Вот. А так я сравнивал с игроками на эту позицию. Вот. То есть, если мы начинаем, то давай по вратарю лимончик. Сегодня с лимончиком. Лимон, лимон, лимон. Лимон, да. Отхлебнули, да. Да. Отхлебнули. Вот. Это, значит, вратарская позиция. Ну, я поставил Акинфеева. Вот. Я исходил из чего? То есть, первое, мы смотрим, у нас меньше всех пропустил Зенит. Это 15 мячей. 17 пропустил ЦСКА. Дальше я смотрю, ну, примерно, я так все это игры, я, конечно, не помню, да. Ну, я так помню, какие-то вот, то, что бросалось в глаза. Ну, все это, да. Вы 19, если на 8 умножить, да. Нет, ну, хоть я их все и посмотрел. Нет, хоть я их все посмотрел, но все равно. Но вот то, что мне в голову приходит, вот я так трех вратарей выделил. Это Акинфеев, Шунин, ну, и Сафонов, наверное, да. То есть, я брал все вещи, которые, ну, вот, то, что я смотрю на вратаря, да. То есть, ты игру смотришь, что, ну, из чего вообще игра вратаря состоит, да. То есть, это игра на линии. То есть, это все сейвы или грубые ошибки, да, когда ты на линии находишься, когда там тебя бьют, там, с разных дистанций. Игра на выходах. Вот. И вот игра, где больше всего, как ни странно, может быть, показаться для болельщиков, как ни странно, больше всего ошибок вратари допускают, вот, когда вопрос, мы говорили, то есть, тактические вещи, выбегать, не выбегать. То есть, когда вратарь выбегает, когда надо выбегать, когда надо стоять в воротах и не мешать, там, борьбе с защитником, да, либо... Вы имеете в виду, что Акинфеев вообще не выбегает? Ну, я имею в виду, что в этом плане, то есть, если мы берем линию ворот, то грубых ошибок я не помню. Да, возможно, они были, вот, за 19 туров, плюс Лига Европы. Да, но если мы там говорим, ошибка, когда им, кто им забил-то, Фейнорд, по-моему, забил, да, такой вот, какой-то такой полетел непонятный удар, он сам-то и не понял. Я вот думаю, что там просто такая траектория была, я не считаю, что это ошибка. Он там мог выручить, но мяч был очень тяжелый. Вот если бы он бил бы сильно с прямого подъема, я думаю, что он чиркнул бы пальцами и перевел бы в перекладину, как минимум, да, то есть, я не считаю, что там была... ошибка на линии, вот, но он, я вот по надежности, то есть, в совокупстве, Акинфеев не бегает, я тебе могу сказать, Шунин, я тоже не припомню, чтобы выбегал, когда не надо. Опять же, когда не надо, когда идет борьба, защитник борется с нападающим, и вратарь выбегает, сбивает, да, и когда он выбегает, когда ему сильно в одно касание не могут пробить, ну, либо это угол острый, да, то есть, да, и он начинает выбегать, и ему там его перекидывают, то есть, когда вот еле-еле мяч, вот как мы говорили, последний тур Коченков пропустил, да, когда его там перебросили с Химками, и мяч вот так вот залетает, то есть, когда выбегают, необоснованно, не понимая, то есть, вот, этой темой, ну, это вопрос, кстати, и главным тренером там, в первую очередь, вот то, что касается этой темы, а не тренером по вратарям, то есть, в этом плане у него ошибок нет, как и у Шунин, как и у Сафонова, я не помню, может быть, опять же, было, вот у этих трех вратарей, я не помню, то есть, на линии достаточно надежно, на выходах все трое играют неплохо, плюс ногами считаешь, что все трое играют неплохо, то есть, там уже другой вопрос, но это все-таки он мы больше, как бы он не вратарский, а уже больше командный такой, когда ты, как вести мяч, как начать быструю атаку, рукой, да, когда они вводят, там, как ногами, как играть, но там уже больше, ну, как бы идет, как тактика, что требует тренер, то есть, таким образом они ногами играют, но ногами, вот они все трое уверены, но я все-таки ставлю Акинфеева, потому что за ним и опыт, хотя Шунин тоже у нас опытный, да, вратарь. И за ним и будущее еще лет на пять вперед, да. Но будущее я не знаю, мы говорим же сейчас про отрезок, про этот, да, вот, будущее, конечно, за Сафоновым, потому что он 99-го года рождения. А вы его выше котируете, чем Максименко? Ну, я про Максименко бы сейчас совсем не говорил. Почему? Ну, потому что, так же, как и про Гильерми, я в эту тройку их, и хотя Гильерми у нас, вроде бы, как основной вратарь сборный, но если этих молодых двух сравнивать, но я, например, по ощущениям, то есть, я бы, например, если бы я был тренером команды, я бы себя спокойнее чувствовал с Сафоновым, чем с Максименко. Почему? Ну, допускал он ошибки, понимаешь, там вот какая вещь, у них реакция, в общем, если мы будем обсуждать, ну, Акинфеев, все, Акинфеев у нас в этой символической сборной, если ты заговорил про Максименко, то есть два молодых парня, у них там год разницы, да, они сейчас двое в молодежке, опять же, она там, ну, неспроста Сафонов основной вратарь молодежки, все-таки, и Сафонова вызвали в первую сборную, хотя по вратарям там тоже непонятная история, то, что сборной касается, вот, там не все, мне кажется, так объективно, вот, и, ну, более надежный Сафонов, вот опять, если мы берем, реакция у них обоих хорошая, то есть, они, вот, что хорошо у Максименко, он сокращает, то есть, он быстро, вот, было очень много моментов, когда там били с пяти метров, да, где-то там с семи метров, то есть, он перемещается, он выдвигается, бьют в него, да, ну, то есть, он так сокращает, хорошо, но у Сафонова это тоже есть, на выходах, мне кажется, Сафонов поувереннее, потому что я вот просто вспоминаю, я говорю, у меня не все, я, то есть, ну, я ровно ко всем, я никому симпатии там и антипатии я не питаю, я вот просто говорю, что, что он мне, вот, да, Сафонов ошибался, то есть, у него были грубые ошибки, именно, именно на линии, когда там, понимаешь, он там запускал подмышкой, вот, такие вещи были, здесь мы можем вспомнить с Зенитом, хотя непростые два удара были, да. Вы его, кстати, поздравили с Максименко бракосочетанием? Нет, ну, мы, ну, я не поздравил, я не общаюсь, ну, с ребятами мы не переписывали, ну, с Сафоновым, по крайней мере, ну, можно поздравить, да, сейчас. Что вы ему пожелаете, кроме высокой заработной платы? В связи с чем? Со свадьбой? Да. Прожить долго и счастливо, родить детей, воспитать достойных. Хорошо, да. И дальше как пойдет, вот, то есть, вот эти вещи, и Сафонов ошибался, да, ну, и Максименко ошибался, ну, то есть, вот, если мы там на выходах берем, то есть, иногда там Максименко не так уверенно выходит, то есть, вот там, вот, я прямо у меня в глазах вот стоят, то есть, Сафонов, они особо-то и не ловят, на самом деле, мячи, потому что, ну, может быть, их не так много, то есть, ну, ну, или где-то там пополам, они больше кулаком играют, вот где-то в этом компоненте, мне кажется, Сафонов чуть-чуть поувереннее себя чувствует, потому что, вот, я помню, где-то Максименко там выходил, кулаком где-то не дотягивался, там пролетал, вот какие-то удары, то есть, там есть моменты, вот то, что я вспоминаю, там, Максименко, то есть, он отбивает, то есть, вот этим местом, да, как бы не ладонями, хотя там удар там из-за штрафной, ну, то есть, вот какие-то такие вещи, и я помню, как Максименко выбегал, может, там не в этом, в этом сезоне не помню, а помню, вот с Арсеналом они играли, когда они 0-3 проиграли, то есть, вот о чем мы говорим, он побежал, его перебросили, там, с острого угла, то есть, вот такие вещи, ну, то есть, я, Сафонов, по мне, Сафонов на сегодняшний день, я бы, вот, например, как тренер, с ним бы чувствовал себя бы увереннее, чем с Максименко, вот скажу так, ну, на эту часть вот чемпионата, то, что прошло. Итак, номер один Акинфеев, номер два Шумин, номер три Сафонов. Ну, скажем так, да, не, ну, мы три-то не будем все писать, зачем? Ну, хорошо, мы будем говорить про них, а писать Акинфеев. Акинфеев. Дальше мы погнали, номер один, давай номера. Будем ставить, как вот в Италии, как в Италии, ставили, но как я оттуда взял, как бы, я так же расставляю, в этой схеме так же. Дальше, здесь у нас левый центральный защитник, то есть, я беру левши, то есть, левши у нас Ракитский, опять же, мы не забываем, кто меньше всего пропустил. Ну, команды какие-то у нас играли, и в Ярокубках какие-то не играли, в Ярокубках, в принципе, выступили все неудачно. Вот, но Краснодар лучше всех, потому что прошел весну. Дальше у нас кто? У нас Джики, но Джики, опять же, позиция, не под эту схему, все-таки он часто оказывается на бровке, играя в три центральных, да, а не в этой позиции, то есть, здесь чуть другое. Дальше у нас левша, кто у нас? Магнус, он левша, да, в ЦСКА, то есть, вот, можно, то есть, ЦСКА тоже пропустил, они, по-моему, да, они пропустили 17 мячей. Вот, хотя у них в обороне были проблемы, у них и Мородишвили справа играл какое-то время, да, и у них еще никакого не было, у них Зайнудинов там играл, который, в принципе, игрок более атакующий, и с центральными защитниками, у них тоже там и травмы были, и так далее. Вот Магнус, он левша, но Герасимов, он у нас из Урала один раз попал в сборную левоногий, вот, но я ставлю, я ставлю Ракитского, вот, потому что, объясню, почему, ну, то есть, мы там, скажем, он не быстрый и возрастной, да, но не быстрый, вот сейчас, если мы защитников центральных будем все смотреть, а кто у нас быстрый, да, то есть, если тебе за спину будут закидывать, ты будешь проигрывать позицию, а тебя там нападающий, ну, может быть, не любой, но нападающие, в принципе, они быстрее, чем центральные защитники обычно, бывает, поэтому, то есть, позиционно он играл грамотно, да, и то, что ее левая нога, то есть, у нее длинная передача, хорошая, точная, не просто туда, вот, на Дзюбу не всегда, да, иногда из перевода, иногда, там есть игры, когда он точно туда отдавал, когда тяжело команде, он подключался, то есть, он подключался, доходил за счет видения, доходил до, до штрафной соперника и, как бы, низом играл, ну, плюс левая нога, если адреса есть, я имею то, что с мячом, если адреса есть, то низом он отдает спокойно, да, если нет, у нее длинная, хорошая, Если нет, то у него видение, то есть за счет видения он может туда подтащить. Но в плане обороны, опять же, они пропустили меньше всех в чемпионате России. Если мы там берем Еврокубки, ну опять я говорю, где как там сложилось, все-таки мы, если уж там уравнять, то, наверное, надо брать чемпионат. Если мы эту сборную делаем, потому что там у Спартака этих игр не было, были бы, непонятно, что было бы там, или кто там на четвертом месте, Сочи, Динамо, Ростов, кто мог играть в Еврокубки. Поэтому, то, что касается чемпионата, давай я пишу Ракицкий, на мой взгляд, среди там левоногих он смотрелся получше всех. Ракицкий, это я пишу 6 цифр. Давай, значит, второй центральный. Вот, дальше про второго центрального мы говорим. Опять схема тоже, это должен быть, кто в два центральных играл, то есть опять мы берем, например, Ловрин, но, наверное, нет. Но не так он как-то уверен, он даже как-то местами он и не заметен. Вот как-то в игре, но если мы не берем только игру со Спартаком, где они съели этих двух нападающих, хотя нападающие на самом деле очень такие неприятные для защитников. То есть они такие крепыши, да, такие резкие, но неприятные. Неприятно против таких играть, достаточно быстрые, техничные. Вот, и они, в принципе, в последней игре с ними справились. А если так все, все, брать эти 19 игр. Дальше, ну, Ловрин нет, дальше там мог быть Дивеев, ЦСКА, да, вот кто у нас мало пропустил. Дивеев, но тоже были ошибки. Понимаешь, были ошибки, и он там какие-то игры, по-моему, не играл. Ну, хотя ошибки, ошибки были у всех. Но дальше мы берем, у нас 15-17 ЦСКА, 19 у нас пропустил Краснодар. Вот, и я из Краснодара поставлю, потому что они пропустили, в принципе, они забили, у них был тяжелый период. Вот, и на самом деле было очень много потерь, команда очень много игр играла с молодежью, и такая нагрузка на оборону была приличная. Поэтому я поставлю Мартыновича, которая, в принципе, на нем держалась. Он и капитан команды, он там какие-то игры даже справа играл, правда, ну, то есть вынужденно играл справа. Ну, он много игр сыграл центрального защитника, они на третьем месте по пропущенным мячам. И, в принципе, ну, такой тяжелый у них был. Часть сезона, она была тяжелая, потому что, опять же, были игры, когда просто пацаны играли, да, и, ну, на них нагрузка падала очень большая. Я считаю, что Мартынович там, они справились. Давай, Мартынович. Да. Мартынович, это пятый номер. Дальше левый защитник. Ну, опять мы берем, кто у нас? Чейников долго не играл, если мы берем ЦСКА. Это Сантос, левый защитник, как раз по этой схеме, но он много игр сыграл. Он там так прилично выглядел, да, но он еще играл и опорного полузащитника, и центрального защитника он играл, то есть он не всегда играл на своей позиции. То есть я не знаю, но он игр-то достаточно сыграл, он так, по-моему, много не пропускал, но сколько он игр сыграл левого защитника, я сказать не могу, но как бы вот между ним выбирал. Дальше у нас Копинцев сломался, ну, кто вот, левоногие, да, кто играет? У нас Самошников, например, Рубин. Вот Рубин тоже где-то на подходе, тоже мы там, можно 2-3 игрока обсудить, но они не попали. Самошников, ну, тоже не так стабильный, не всегда он выделялся. Ну, как, не всегда стабильно по играм. Дальше там Чернов, тоже не всегда играл Рамирос, если мы Краснодар берем, то есть вот левоногие левые защитники у нас. Ну, получается, что я беру как бы середину, там, до седьмого места команды, да? Айртон. Вот Айртон у меня входит в сборную, да, то есть это вот единственный игрок, который не по этой схеме играет у себя в клубе, но я ставлю Айртона, потому что я думаю, что он и при схеме в 4 защитника он так же бы играл. Но он выносливый, то есть у него объем, он назад-вперед бегает, подключается и в атаку играет. Ну, то есть здесь даже, может быть, у него больше плюсов в атаку, то есть он все время туда добегает. Ну, понятно, что они играют, у него более закрытые зоны сзади, а он добегает туда больше и создает. То есть он и голевые отдавал, два мяча забил, я не помню, кому там два они выиграли, да, тамбоу, по-моему, да. Ну вот, и он острый, то есть он может и под левую ногу туда уходит, и в середину он уходит, может пробить. Поэтому Айртон. Айртон номер 3. Это третий. Дальше, правый защитник. Ну, правые защитники у нас. Опять берем «Зенит», это «Караваев», но сломался. То есть если мы все-таки сейчас делаем эту сборную, наверное, кто последние игры играл, да, кто выпал, наверное, тяжело. Потому что уже и не помнишь, сколько он сыграл. Но «Караваев» хорошо выглядел. То есть он и в сборной играл, когда не было Фернандеса. Да, и в принципе играл неплохо. Вот, но вот он травму получил, он не играл последние игры. Ну, дальше справа, там берем мы, кто у нас остается. «ССК» Фернандес. «ССК» Фернандес. «ССК» Фернандес. Вот Фернандес. Ну, я Фернандеса поставлю. Вот, хоть он тоже много пропустил. У «ССК» Зобнин и «Мозес». Ну, «Зобнин» играл, но «Мозеса» все-таки взяли уже давно, да, то есть у нас в середине «Зобнин» играет. «Мозес». Ну, «Мозес» нет. Опять при этой схеме, мне кажется, он более атакующий. Я его вообще даже не вижу. При схеме, мне кажется, в четыре защитника, мне кажется, он туда не подойдет. Как крайний защитник. Мне кажется, он больше туда, вот, в атаку. Вот, но при трех центральных, нормально, да, «Мозес» нет. Дальше мы берем, там, у нас кто, «Динамо» «Паршевлюк», по-моему, да, если мы берем «Ростов», я даже, там, кто в Ростове, даже и не помню. Ну, наверное, «Караваев» «Фернандес», наверное, вот двух правых защитников можно выделять. Но, опять же, повторю, что «Фернандес», там, где-то, в середине, там, пропускал, да, «Караваев» последние игры пропустил. Даже, не знаю, «Рубин», там, «Уремович» часто играл, ну, который вообще центральный защитник. У нас «Сочи» тоже нет, потому что пять защитников, ну, там выделить так особо некого. Поэтому я пишу «Фернандес», то есть он выигрывает конкуренцию у «Караваева». Это номер два. Так, дальше мы идем, здравствуйте. Дальше мы идем опорный, вот это троица, то есть у нас будет четыре, это опорник, восемь, это туда-сюда, и десятка. Да. опорный, вот сколько у нас опорных полузащитников в чемпионате. В «Спартаке» нет опорного, как я это, как я это вижу, понимаю. «Набо» опорник, вот прям опорник, но он вот в этой части, то есть они играют в два опорных, так скажем так, да, но он все-таки больше подключался вперед, он забил восемь мячей, три с пенальти, он забил где-то там, по-моему, два со штрафных, три с игры, но он туда добегал, он все-таки вот больше играл не как опорник, а все-таки больше, как восьмерка. Вот, но все равно опорный защитник на «Боу» у нас «Норман» «Бариус». Вот, есть у нас опорный, где еще? Ну, «Газинский» опорный полузащитник, но они там таким образом играют, что они туда и убегают, и вперед, то есть у них такая взаимозаменяемость, вот, поэтому их не так много, вот прям таких, но вряд ли «Газинского» можно выделить по первой части. Не, не, я просто говорю, кто у нас вообще в позициях в этих играет, в командах, да, в Рубине, вот я не помню, там есть все-таки кореец, он туда чуть выше играет, вот, мало, мало их, на самом деле, вот в такие классические опорные полузащитники, поэтому я из, вот, хоть и «Нобал» забил много, «Бариус» играл неплохо, в принципе, он в этой позиции, да, но он больше оборонительный, я все-таки за то, чтобы был опорный полузащитник, то есть по позиции он находится перед, центральными защитниками, то есть во время, я сказал, вот я выбираю Нормана, то есть он, и, конечно, с мячом, то есть человек должен получать, как вот «Нобал» получает, они более уверенно получают, может быть, это зависит от того, что они открываются, то есть у них схема 4-3-3, и они играют, ну, как бы у него адресов больше, он уверенно получает, и у него адресов больше, чем у «Бариуса», вот «Бариус» здорово играл в последней игре, когда они начали сужать, и у него в середине были адреса низа, вот, атака, атака с мячом, «Бариус» не так заметен, на самом деле, поэтому я выбираю Нормана, который был, то есть он смело получает от полузащитника, он опорник такой классический, он туда редко убегает, куда-то на фланге, туда добегает, то есть если он может угрожать где-то, у него удар хороший, у него сильный, классный удар, то есть он и забивал таким, то есть он может и за штрафную, он штрафный может пробить, да, как подать там, так и через стенку пробить, в этой позиции, у него и длинная передача, он поляну видит, то есть он смело получает, низом играет, то есть вот он ведет игру, поэтому я ставлю Нормана, это у нас четверка, но это опять же я говорю как по-итальянски, но я в принципе точно так же я вижу, дальше вот восьмерка, там их много, там много компания, то есть мы начинаем, если с Зенит, нет, Зенита нет, потому что два опорных, в принципе Аздоев, ну тоже можно сказать, что он опорник ближе к Бариусу, хотя он туда вперед больше убегает, да, если мы берем там ЦСК, то, ну кто там, Мардишвили играл, Дзагоев играл, ну Дзагоев, он как бы не опорный, да, но получает он больше мячи в зоне опорного, то есть вот он от защитников, он низко опускается, хотя по характеристикам он туда выше должен играть, вот, Спартак, изобненный крал, в принципе, две восьмерки, если мы берем Краснодар, то там и Ольсен, там и Вилена, но опять вот мы там смотрим, все-таки они, хотя не все забивают, да, добегают, но вот мы смотрим, там Ольсен, один мяч, у него забит, Вилена, вроде как атакующий игрок, такую восьмерку, с ударом, да, тоже вот мы там смотрим, один мяч он забил, за 19 игр, я не помню, сколько он играл, он тоже пропускал, вот я не говорю, что он там должен там забивать, прямо уж так много, но хотя должен, но хотя я выбрал того игрока, который не забивает, вот, то есть мы, опять же, я Рубинова вспоминаю, там вот это кореец, Хешемотов в Ростове, тоже вот такая восьмерка, которая туда-сюда, там Еременко, Ростов, если мы берем, то есть в этих позициях, ну, на болу мог бы быть, я говорю, но все-таки я считаю, что на болу, он больше, ну, как опорный, то есть он конкурент Норману, вот, и, ну, он и мобильный должен быть, этот игрок, понимаешь, все-таки туда-сюда, подразумевает, что ты должен успевать и вперед, должен садиться назад, если опорник, он все-таки меньше туда подключается, он в своей зоне играет, он меньше на это тратит сил, то вот этот восьмерка, он должен, конечно, быть с таким объемом, вот, и всего, и всего из этого, я, исходя, опять же, из команд, которые наверху, я выбираю Зобнина, вот, хоть он и какое-то время играл, на позиции правого защитника, но доустаточное продолжительное время, но все равно, я его, не знаю, я его выберу, потому что, это восьмерка, номер восемь, опять же, я делаю команду, которую бы я вот себе сделал, поэтому туда, как бы, попадут, то есть, вот, Норман, Зобнин, и сейчас мы десятку будем выбирать, вот, мне кажется, вот эта троица, она так вот, неплохо посмотрелась, дальше мы берем, давай, десятку, десятка у нас, позиции, ну, Влашича признали лучшим игроком, вот, Влашич, такая типичная, десятый номер, Бакаев, Кокорин, там играли, Ларсен, если мы Спартак берем, но мы говорим, что эта позиция, она мертвая, в Спартаке, вот, и, тяжело там себя проявить, скажем так, Бакаев, я удивился, я посмотрел, он же так немало игр-то сыграл, он один гол с пенальти только забил, за вот все эти матчи, вот, дальше кто там, ну, Шиманский, Динамо, про Динамо, кстати, ну, мы Скопинцеву упомянули, да, Шиманский там в этой позиции, может играть, да, то есть, опять же, я говорил про Ерохина, Ерохин шесть мячей забил, да, когда Азмун не играл, Ерохин играл как вторым нападающим, но он играл, садился, ну, все, но он не десятка, все равно он больше уходил туда, потому что много передач с фланга, оттуда вот давление, он все туда уходил, чтобы головой там играть, под сбросы дзюбы, и так далее, то есть, Ерохин не десятка, вот, но я думаю, что здесь, вот, единственная, где безоговорочно, там выигрывает, ну, Кобыла есть, в Краснодаре, но тоже был, там, он травмирован, да, был, там, набирал форму, но тоже, ну, то есть, если сравнивать, Кобыла тоже неплохо, в принципе, выглядел, но опять же, у них такой период был тяжелый, да, то он тоже там пропускал, немало, я вот не помню, Влашадь пропускал, Влашадь, по-моему, чуть ли не все игры сыграл, вот, и так же забил 8 мячей, 11 пенальти, поэтому здесь Влашадь, я думаю, вот, единственная такая, вот, бесспорная, позиция, но бесспорный игрок, вот, на своей позиции, да, это 10, так, дальше погнали по нападающему, давай, значит, смотри, давай мы сначала центрального нападающего выберем, да, вот сюда, значит, поза, ну, там что нужно, при этой схеме, там нужен человек, который, особо-то он игру, в игре-то особо, он участвовать не должен, и в обороне он особенно не должен участвовать, то есть он должен, как я вижу, он должен участвовать в прессинге на чужой половине поля, когда мяч уходит на свою, то есть он должен находиться вот там, в центральной линии, и в зависимости от того, где будет отобран мяч, он должен нырять, либо за спину, если ты полузащитники, например, отбираю, то есть передача, там, 25, там, 30 метров за спину, если ты можешь сразу отдать, то есть он на линии с центральными, зачем, он их привязывать должен, в принципе, туда вот, двоих туда, чтобы они не участвовали в атаках, это как я вижу, да, там, дальше я, там, кто как играет, вот, но когда мы говорим про вот этого, про девятку, да, вот, то есть он в игре, и его, и он должен, он не во фланге, то есть он не должен уходить из створа ворот, то есть при позиционных атаках, вот у него должно быть правильное открывание, и он должен завершать, то есть здесь мы, ну, голы забивать, здесь мы начинаем смотреть, кто забил у нас, по 11 мячей у нас забили Азмун и Дзюба, но Дзюба 3 с пенальти забил, Азмун 1, дальше, дальше это Берг, он забил 9 мячей, 1 с пенальти, вот, Берг, дальше Деспотович, Рубин, забил 7 мячей, тоже 1 с пенальти, то есть вот я, вот таких выдвинутых туда нападающих, я называю, да, потом там Камаличенко, но он не всегда играл, то есть, но мы его там не обсуждаем, я вот просто говорю, кто там, вот эти форварды у нас там, заболотный, кто в этих позициях, вот, и я так вот думал, ну выбирал из трех, кто больше всех забил, это Дзюба, Азмун и Берг, но у Азмуна преимущество, одно, то, что я сказал, опять же, я вот под себя делаю команду, как бы вот я, как вот, как бы я бы играл бы, например, вот кого бы я бы выбирал бы, да, туда вот под эту игру, вот по этой схеме, ну и опять же, учитывая, как они отыграли, вот эту часть чемпионата, то есть, ни Дзюба, ни Берг за спину не могут убежать, а это, мне кажется, важный момент для нападающего, потому что, опять же, я говорю, если у тебя защитники отбирают мяч, то если ты так готовишь выход, то есть, можно низом выходить, если тебе дают, часто тебе не дают выходить низом, тогда у тебя должен быть нападающий, который хорошо должен играть спиной, да, ну то есть, это или грудь, да, то есть, он цепляется, сбрасывает, и там уже уходит в атаку, если защитники, то есть, если отборы идут своей штрафной, там, метров 10 от штрафной, то есть, ты за спину не можешь отдать, а бывают отборы, их очень мало, но они бывают, когда полузащитники отбирают центральный мяч, и за спину передача идет 25, я уже до этого сказал 25, 30 метров, 30 метров, она и несложная, и там должен быть готов нападающий туда сразу уйти, то есть, это не просто, он должен ждать, то есть, он должен смотреть, вот где мяч находится, да, вот где его могут отобрать, он должен понимать, в недодаче ему будут отдавать, или за спину, но за спину надо еще убежать, ни Дзюба, ни Берк этого не могут, а Азмун это может сделать, и спиной, я считаю, ну, понятно, что лучше всех Дзюба играет, потому что он мощнее всех, да, спиной, но, смотря, как получать мячи, если получать мячи, вот продольные передачи спиной, то там Дзюба, ну, да, ну, просто он корпус ставит, но там делать нечего, он будет сохранять мячи, а получать можно чуть по-другому, в диагональ, и, вот у нас был Давыдов такой, помнишь, Месси его прозвали, вот он, вот мы с ним работали, он и у 16, вернее, у 17, и у 19, да, и потом он в молодежку перешел, вот в юношеских сборных, мы еще считали, то есть он тоже туда же уходит, в историю, с кем работали мы, Смолов, Комаличенко и Давыдов, он 26 матчах забил 28 мячей, и он играл центрального нападающего, вот здесь, но он же мелкий, ты его помнишь, невысокий, невысокий, и немощный, то есть нельзя сказать, но он все время, получая в диагональ, через него очень много выходов было, потому что, вот если его спиной, вот как Ларсон с этим спонсом получает мячи, то его, конечно, сметут, а если в диагональ, то есть он может и за спину открыться, и в недодачу, и через него выходили, он спокойно получал мячи, то есть это не весь вопрос, как ты получаешь этот мяч, насколько тебе удобно, да, и вопрос открывания, и вопрос, какие передачи туда идут, вот, и, то есть Азмун это может делать, поэтому я выбрал Азмуна, в эту сборную, потому что в позиционной атаке, то есть он может убежать за спину, это важный момент для нападающего, для центрального, да, когда ты один там впереди играешь, и при позиционной атаке, в принципе, он может это, и он может и разыграть, дальше головой он играет прилично, подачу, он очень много с подачи, прострелов забивает, он добивает, он может разыграть, то есть я в эту сборную, на этот период, я ставлю Азмуна, так, Азмун это номер девять, номер девять, так, дальше фланги у нас, пошли, вот давай фланги, кто у нас на флангах, опять, зенит мы берем, там вообще позиция, там непонятная, у зенита, то там Вендел, то там Кузяев, то там мостовой, дальше мы берем ЦСКА, я так и не помню, чтобы четкая позиция, там кто-то играл, то есть Кучаев играл, там справа, по-моему, Кучаев шесть забил, да, тоже там, то есть нету такого, вот как, например, там в Рубине Хвича, да, там скажем, дальше Хвича берем, нестабильно, да, то есть у него вот кураж, он ловит, команда как бы в порядке, кураж ловит, у него начинает проходить, все, как только чуть трудности какие-то, ну, были игры, когда его просто съедали, вот, нестабильно, и да, тоже, знаешь, как он, он сыграл, по-моему, но я могу ошибиться, я там смотрел, но я всех посмотрел, то, что он два забил, но это мало, я не знаю, но он много-то пропускал, вот он последние игры, там, что-то пропускал, но игр-то 15, он точно сыграл 16, из 19, вот, я думаю, что это маловато, поэтому я его туда не ставлю, лесовой, то же самое, то есть, это игрок молодежки нашей, опять мы говорим там про перспективу, тоже, по-моему, забил два мяча, что ли, могу ошибиться, может быть, он побольше, не-не-не, лесовой, кстати, по-моему, чуть ли не 6, 5-6, по-моему, он забил, вот, но опять такая вот нестабильность, да, и я просто их между собой сравниваю, кого бы я вот в команду, сейчас бы себе там, ну, взял бы, да, вот, это как бы, как моя команда, да, которую вот я ее делаю, дальше у нас, лесовой, Динамо, потом у нас, ну, там, Жо играл, если мы там Сочи берем, да, там, Бурмистров играл правее, да, там последние игры, там, Юсупов играл, но тоже на этой позиции нет, но я говорю, мы верх там берем, да, ЦСКА нет, Спартак, там вообще такой позиции нет, вот, кстати, вот, вот две позиции, которых в Спартаке нету, поэтому туда и не подошел бы ни Хвичи никакой, и поэтому там и Мирзова нет, и, то есть этих позиций нету в Спартаке на сегодняшний день, дальше, как, ну, вот, наверное, лесовой Хвичи, Мирзов в Химках, но он пришел, он как бы, Химки, кстати, серию, то есть там тоже можно было бы кого-то посмотреть, и в середину там Глушакова, но он пришел, ну, нельзя сказать, да, что, то есть сравнивать его сегодня с, ну, вот по этим 19 играм, по всем, с Норманом, наверное, наверное, нет, и даже я скажу, что он больше туда, вот, как восьмерка Глушаков, там же Химки сколько, шесть, вот я смотрел, шесть игр, пять побед, вот, поэтому остается Краснодар, и мы смотрим, кто забивал, больше всех забил Зенит, но этих позиций, я говорю, ну, вот этой позиции слева у них четко никто не играет, да, чтобы прям был игрок основного состава, и выделялся, на втором месте 35 забил Краснодар, поэтому я беру Краснодар, я беру Классана, я ставлю Классана, вот, он сыграл 14 игр, забил 5 мячей, то есть он так восстанавливался, но не все игры, ну, вот, не знаю, вот если сегодня, я вот выбираю его, между вот Хвичи, Лесовым, то есть он вот под эту игру, которая, опять же, я говорю, то есть если мы говорим Хвичи и Лесовой, они широко получают мяч, но часто, да, а Классан, вот как раз, я имею ввиду эту схему, я имею ввиду, что узко играть должны крайние нападающие, и крайние защитники должны туда забегать, как раз вот Классан под это дело, да, то есть он, вроде как он и нападающий, потому что он может и центрального нападающего сыграть, он и десятком может сыграть, да, но вот его позиция, это левый, левый нападающий, вот, и он в комбинационную игру играет, он голевых-то отдал немало, я просто не посмотрел, сколько он забил 5 в этих 14 матчах, но голевых, вот то, что я просто вспоминаю, вот сейчас у меня прям 3 в голову приходят там, голевый, который отдавал, который и забивали, и не забивали, там он создавал моменты, вот, поэтому я ставлю Классан, от Краснодара, опять же, учитывая то, что они на втором месте по забитым, и оттуда должен быть человек, ну, должен был игрок оттуда, Классан, да, Классан это 11, и теперь правый нападающий, у нас, номер 7, да, остается 7, то есть, вот такая расстановка, вот, она какая, и здесь семерочка, семерочку пишем, сейчас я напишу, значит, у нас кто там получается, опять мы берем, Спартак позиции такой нет, берем ЦСКА, Кучаев, 6 мячей забил, но опять последней игры, он не играл, я не знаю, у него травма, наверное, там, что с ним, не играл, так, нельзя сказать, что прям, убедительно, да, дальше мы берем, там, Краснодар, ну, вот там играет Шопи, играет, вот Вандерсон, вот опять, ну, Вандерсон сыграл 10, 10 игр, вот, знаешь, сколько Вандерсон забил, вроде, такое вот впечатление, да, что все вроде есть, один мяч, понимаешь, вот когда я тренировал, вот он за год забил, он тогда, но он тогда адаптировался, но у меня такое ощущение, что он до сих пор адаптируется, ну, потому что человек должен, ну, с такими характеристиками, скорость вроде есть, он так и исполнить может, да, дриблинг такой, опять, не забивает, тогда он забил три мяча, когда выиграли 5-1 у Анжи, он забил третий и четвертый, лентяйчик, лентяйчик, и забили, и забил он СК Хабаровск, мы выиграли четвертый мяч, чем забил, мы выиграли 4-1, то есть не решающие мячи, я вот не помню, чтобы он решающие мячи забивал, потому что, а вроде так скажешь, вот эту позицию берешь, тебе сразу в голову Вандерсон приходит, а итог-то совсем нет, и близко ничего, чтобы, ну, как бы, ну, вот, то, что он может, на мой взгляд, я не знаю, ну, бывают игроки незабивной, но незабивной, я не верю, с такими характеристиками, не знаю, то есть, если мы Краснодар берем, да, там дальше мы, Макаров попадал, часто, из Рубина, Левоногий парень, но тоже, конечно, он не всегда в состав, вначале он вообще состав, в состав не попадал, да, там этот играл Бакаев, то есть он, как бы, завоевал место в основном составе, потом тоже какие-то игры он в состав не попадал, но так все, как бы, мощи такой, какой-то пока нету, хотя тоже и забивал, но как бы, в нем есть что-то, да, вот, то есть правый, вот по этой схеме, еще правый, кто у нас, может быть, ну вот Кучаев я назвал уже, да, там Вандерсон, в Шапи, но Шапи тоже, он не игрок основного состава, последние игры играл, то есть он на замену, опять же, если мы вверх берем, ну, наверное, все, поэтому остается Зенит, хоть он не все игры сыграл, я Малком оставлю сюда, вот, потому что, хоть там от него ждут намного больше, но мне кажется, он эти травмы, его, конечно, выбили, то есть он, вот так форму, если он наберет, и вот он, важно, чтобы он получал не широко, а важно, чтобы он сужал, как в последней игре со Спартаком, то есть вот на короткой, такой дистанции, он может и обыграть, и пробить, и там, и штрафной заработать, ну, то есть вот он, ну, вот я вот, по, кого мы вот поговорили, кого мы назвали, да, я среди них, пусть он и там не все игры так же играл, я ставлю Малкома, то есть вот моя командеха, вот такая, ну, что, прежде всего бросается в глаза обилие россиян, я бы сказал, множество, давай Чикуте подолью, я тоже об этом думал, я, может быть, знаешь, как даже у меня повлияло, что я зубно поставил, что маловато россиян, да, да, я же, видишь, за Россию, вот, да, что получается, смотри, Акинфеев, я тоже об этом подумал, получается, что Акинфеев и Зобнин, и у нас Фернандес, игрок сборной, ну, по-русски пока не говорит, и Мартынович, который просто не является в чемпионате иностранцем у нас, ну, то есть, если мы берем, перекидываем на чемпионат России, то получается, ну, да, что, 7-4 у нас, 7 иностранцев, ну, как вот, один травмирован из 8, и вот, вот такая команда, но мне кажется, ничего, она не плохая, вот на этом этапе, так вот, она могла бы выиграть чемпионат, вот эта команда. Ну, обратим внимание, да, много россиян, именно на это. Раз-два, по-русски не говорит, не иностранец, остальные иностранцы все. Понятно. Спасибо большое.